привет в этом видео у нас с вами будет генеральная уборка и небольшой переезд мы с вами полностью разберем переберем мое рабочее место я вам все покажу и расскажу вот такой вот сейчас здесь бардак и нам нужно будет все это убрать и разобрать короче дело в том что вот это было мое рабочее место у нас еще такой вот как бы балкончик там было рабочее место моей сестры тут еще одна сестры и тут мое но так как это место находится вот тут прямо около входа и когда я тут сидела и работала постоянно мне приходилось двигаться чтобы сюда прошли остальные кому нужно и мы приняли решение поменяться местами поэтому теперь вот это будет мое рабочее место здесь принципе и вот эта часть есть рабочие и я могу вот тут полностью все заставить потому что тут буду только я типа никому сюда ходить не нужно быть поэтому я могу здесь обустроить прям все как я хочу и вот эту рабочую поверхность еще занять хотя при будет стоять принтер я думаю я его тут оставлю поэтому сейчас у нас с вами будет мега уборка мега перестановка во всех моих вот этих ящиках опять же нужно будет разобраться на то будет только маленькая часть вот эти ящики тут переставляют возможно добавить еще потому что вы эти уже ничего не влазит вот эти вот полочки вот отсюда переставить все вот сюда поэтому я думаю вам будет интересно сейчас я оттираю вот это вот все стекло потому что она как бы была у сестры так как мне перешло это место она вот тут подрезана она переходит мне я решила его оставить чтобы не пачкать свои вот эти штуки но она сама по себе уже испачканы поэтому я щас его как смогу ототру из минусов мне достается грязная пробковая доска сестры свою я берегла я даже когда вот эти вот штучки короче меня вот что-то я вот эти кнопочки втыкала в дырки от старых чтобы понимали насколько я ее берегла но в принципе нам не так полностью завешенной поэтому думаю что эти все дырки не будет короче дырок кстати отличный повод навести прям генеральную уборку тут надо будет сейчас разобраться полностью и еще вам интересный факт обо мне у меня к сожалению нет такой привычки сразу убирать на свои места я люблю навести прям такой хороший бардачок беспорядок и потом одним днем навести прям полный порядок то есть все разобрать и перебрать вот ну конечно стараюсь я научить себя сразу гласть вещи на свои места но я думаю мне многие поймут это сложно ты не контролируешь это к просьбе два абсолютно одинаковых стола что тут подоконник что там привыкла к тому что все стоит с этой стороны потому что теперь с этой стороны будет стоять лампа до этого она стояла краски на этом подоконнике то что я правша и мне нужно чтобы вам по справа стояла ой слева вот а тут слева вот она тебе достаточно много места занимает и мой любимый гербаре никуда не влазит чтоб вы знали этому хлопку где-то года два на него дарили на день рождения или год нет два года вот это эрозия где-то года полтора и мне ее подарили она стояла засохла я сюда пихнула она вот такая вот просто на очень круто засохла это тоже был подарок который засох это лист тоже я сама ну как я сама он сам случайно засушился и вот такую вот очень красивую штучку у меня есть моя любимая свина копилка стать свиней сейчас будет очень много у меня типа много разных всяких штук с поросятами потому что я их очень сильно люблю а еще хочу похвастаться смотреть как у меня есть балдежная рамочка ее мама нашла где-то у бабушки года два назад сказала типа что хочет кому-то отдать я говорю смысле отдать она очень крутая едино гитку найти вот но она очень красиво вот тут вот будет смотреться а еще посмотрите какие у меня есть камешки вот это не покупные это найденные в природе очень много у меня камешек на самом деле было раньше очень любили на даче их искать собирать вот но сюда самый классный предыдущил посмотрите насколько это красиво короче как продвигается моя перестановка заполнила эти полки эту доску а на столе по углам все расставила сейчас нужно будет разобраться с этой стороной здесь расставила ящики то есть этот тумбе у меня так и остается мы в ней тоже как я уже сказала будем разбирать потому что такой бардачок на этом месте у меня стояла вот эта тумба теперь она стоит тут и тут добавилось еще вот это на которую я тоже смогу сложить кучу разных ящиков с вами все вместе будем делать и на эту сторону я тоже могу поставить кучу разных ящиков только нужно будет принтер как-нибудь поставить так что пока я очень довольна как все получается а те стрифли также вот эти полки достались ящики не знаю про что я их буду использовать но надо будет под что-то их применить возможно кстати будут дать ради искать складывать по институту меня к разными места не было вот так что отлично звездочки только надо еще снять или как-то перевесить посимпатично в общем когда она была примерный порядочек я немножко поработала поделала заказов и дальше уже на утро мне опять пришлось разбирать весь стол но мы съездили на садовод закупились мы не новыми материалами новыми расходниками поэтому сейчас будем с вами все это раскладывать и разбираться в моем маникюрном ящике верхний ящик в принципе был у меня в порядке чуть-чуть там по перекладывала всего эти слайдеры нам нужно будет кое-куда пристроить а вот дальше я вынулся свои базы топы и решила вам подробненько все рассказывать акварельные капли у меня вот такие вот есть я ими пользуюсь очень редко как-то я раньше очень хотела себе их мне вот прислали их на обзор и в итоге у меня не совсем получилось что ли с ними как-то работать и они у меня хранятся в самом дальнем уголочке моего ящика дальше там у меня есть от пинкап это обычный прозрачный лак я не знаю зачем он мне нужен но он там стоит defender это такая пленочка которую на кутикуму носишь запечатанный праймер мой любимый покупала про запас вот чтобы потом не мучиться и не искать обычные лайки черные и белые использую их для стемпинга покупала в фикс прайсе тоже их в уголочек ставлю потому что в принципе последнее время я достаточно часто делаю стемпинг потом гели у меня есть гель от рунейл прозрачный молочный гель от опции также есть свой замес полигеля в тиктоке мы с вами смешивали его вот он тоже у меня хранится насчет прозрачной коробочки не переживайте он в темном месте хранится поэтому не засохнет на солнце и вот такой вот купила себе гель это подделка сразу говорю покупала на садоводе global fashion около 200 рублей стоил мне цвет понравился и решила взять просто тестировать вот не знаю возможно в скором времени сделаю укрепление и мне правда очень интересно стало попробовать камуфлирующая база от пинкап здесь ее осталось совсем чуть-чуть поэтому я поставлю ее на передний план чтобы потом как-нибудь на типсах ее до израсходовать и уже выкинуть этот бутылек на ногтях мне не очень понравилось как она себя ведет у меня она очень быстро отслоилась вот это вот классная камуфлирующая база покупала на волдырь есть ссылка также совсем чуть-чуть осталось нужно будет израсходовать очень красиво у нее оттенок около 350 рублей на стоило из красотки про это камуфлирующий гель-лак от шарм очень красивый оттенок покупала я его со скидкой очень сильно понравился но тоже мало осталось нужно будет его на типс и куда-нибудь до использовать две камуфлирующие база от пинкап очень красивых оттенков они такие холодненькие вот они почти что новые поэтому я их ставлю подальше буду использовать думаю на себе моя любимая жидкая биобаза от пинкап под наращивание под слайдеры очень ее нравится использовать под укрепление акриловой пудры потому что на прям тоненьким слоем очень круто ложится пустая баночка дальше у нас идет от топа это был топ от x гель инга ингарден по-моему он закончился поэтому я его выкидываю дальше у меня топ с липким слоем от milk очень классный жиденький но редко его использую кстати забыла про него совсем надо будет его под слайдеры использовать потому что с липким слоем очень круто муфлирующая база от monami кстати она очень классная и и наносила даже без подложки обычной базы и на очень круто держалась но к сожалению ее чуть-чуть там тоже остается на на тип сотрать и и не очень хочу топ с шиммером с мелкими крупными блестками также от monami очень классный если просто молочные ноготочки покрыть этим топом будет очень красиво я его конечно же оставляю использую в основном для себя дальше пустая баночка от матового топа это был матовый топ от nikon nagel мне прислали его на обзор такой бутылёк 15 миллилитров у них стоил 1050 рублей и честно мне он не понравился совсем я пыталась как-то его как-то с ним подружиться но нет он очень быстро пачкался и скалывался у меня дальше пустой бутылёчек от матового топа от уна это была также поделка за 150 рублей использовал длинных кладных ногтей закончился поэтому мы его выкидываем и дальше идет тоже пустая баночка от глянцевого топа от уна также была подделка для тип специально покупала вот тоже его мы выкидываем кстати очень классно для типс их использовать и не бюджетные и в принципе носится точно так же потому что это не натуральные ногти а типсы дальше топ от louis philippe совсем чуть-чуть его осталось поэтому оставлю использую его хат для типс это я проверяю вытечет там что-то из него или нет в итоге да там чуть-чуть прям остается поэтому оставлю база от rock nail очень классно использую ее для себя вот очень классного качества мне нравится поэтому она встает на место матовый топ от rock nail вот это вот отдельная любовь очень он мне нравится очень круто носится вот у меня он сейчас на моих беленьких ноготочках не скалывается ничего чуть-чуть запачкался потому что я уже достаточно долго с ним хожу да и в принципе я постоянно в гель-лаках вожусь что-нибудь рисую пачку из дальше база от louis philippe тоже ее там достаточно много достаточно хорошая нравится поэтому кто жена отправляется на свое место и дальше из покупочек у меня четыре глянцевых топа подделка на у на по 150 рублей они были опять же повторюсь еще раз я их использую для накладных ногтей клиентами ничего я этим не делаю поэтому не переживайте один тюбик я ставлю в свой ящик остальные три я уберу потом про запас очень классная консистенция действительно очень он классный и также матовый топ новый вот один я убираю себе про запас а один отправляется в мою полку камуфляжи от blue sky они стоили по моему по 70 рублей или по 100 очень понравились оттенки у меня есть два одинаковых и один вот такой вот более розовенький очень приятная консистенция вот этот вот погуще а те два немножко пожиже я их ставлю в свою полочку потому что на накладные ногти очень часто просят камуфлирующую базу и она мне очень быстро заканчивается и покупать какую-то супер хорошую я не вижу смысла все равно она никак с ногтем не контактирует поэтому два тюбика отправляются в ящик а один у меня про запас две молочные базы точнее это просто два молочных оттенка коди тоже не помню по стоили по 150 рублей стоили взяла два тоже достаточно популярный молочный оттенок один отправляется сюда один на запас вот такой вот топ с велберса даже не знаю что это за фирма честно 17 по моему тут миллилитров здесь он еще есть по моему около 300 рублей он стоил вот ссылочка у меня по моему есть телеграме и база от milk также жиденькая с липким слоем вот как раз и чаще всего используют под слайдеры очень нравится очень люблю жидкие базы низами как-то удобнее на себе ими работать и мы переходим в мой ящик с моими цветниками в котором просто не хватает места нужно будет нам разобраться в этой коробочке в первую очередь и дальше вот тут внизу ингарден x гель вот такой вот розовенький он уже почти что закончился очень был популярный оттенок и на его место идет вот такой вот оттенок от коди тоже он розовенький очень похож вот так же он стоил в районе 100 рублей по моему дальше у меня есть вот такая вот камуфлирующая база я заказывала с велберис это космопрофи я думала она будет молочная но она прям белая и она очень густая прям неудобно густая вы видите как кисточка прям стоит в ней не знаю что с ним делать как бы выкидывать жалко и наверное я его просто переложу в ящик с камуфлирующими моими базами и с обычными базами на место этой базы отправится вот такой вот тоже оттеночек который я взяла для себя он такой горчичный не знаю давно такой искал очень красивый дальше из новиночек у меня есть вот такой вот типа космолак ну короче я уже не буду говорить о том что поделка просто знаете что все это было куплено на садоводе рублей за сто вот красивый фиолетовый оттенок 111 и также 101 голубенький вот очень часто просят на клубные ногти с этими цветами поэтому взяла их поставлю пока вот сюда вот потому что места не хватает ламур фэшн честно первый раз я слышу такую фирму но раз ее подделывают на садоводе значит какая-то крутая ну в общем вот такие вот блесточки серебряные достаточно плотные поэтому лишними они никогда не будут и вот это вот проблемная коробочка тут есть очень много чего ненужного вот эти вот два гель-лака я заказывала на вайлберис они должны были быть термо гель-лаки но они пришли не тех цветов которые должны были прийти какие-то они полу испорченные пришли в общем сдавать их можно было только по браку и мне было лень просто они по 60 рублей стоили ради 120 рублей мне как-то было лень открывать вот этот вот спор на вайлберисе и ждать тем более я до этого никогда это не делал но сейчас не знаю куда и где наверное их кому-нибудь отдам может кому-то будут нужны вот этот вот типа blue sky в скис алика очень красивый был желтый цвет у меня очень часто спрашивали что это за оттенок но вместо него на замену я нашла 479 оттенок от монами дальше от пинкап вот этот вот бежевый почти закончился вместо него у меня и риски и 101 оттенок они очень похожи очень красивые и белый пинкап кстати очень мне нравился я наверное куплю себе такой еще вот но это к сожалению закончился дальше у меня есть много вот таких вот малюток с алика и и наверное я сейчас половину повыкидываю потому что они уже закончились примерно мы все с вами уместили и переходим к самому нижнему ящику здесь всякой дребедель лежит типа разных жидкости ненужных типс борной кислоты и палитры в общем сейчас это все будем разбирать хочу вам похвастаться смотрите что я купила это акриловая пудра 120 миллилитров она стоила рублей 200 она такая классная она действительно прям мелкозернистая как порошочек ее так много очень классная прям очень довольна я этой покупкой она супер бюджетная за 200 рублей вот такую банку вы можете себе вообще представить и кстати акриловая пудра это та вещь которую нету смысла покупать какой-то крутой фирмы я всегда акриловую пудру искала чтобы она была подешевле и она всегда была хорошая то есть это такая вещь которую но ты ничем не испортишь поэтому покупать ее в таких местах как садовод и алиэкспресс по моему очень выгодно еще из покупочек у меня серебряная втирка и золотая тоже часто просят дизайн с ними они по 70 рублей по моему стоили мне кажется это дорого но просто муж убрали всего одного продавца поэтому решили взять там же по две штучки было попробовать безопасные фрезы в форме почка типа этого очень мне было интересно как-нибудь на себе я их протестирую они стоили по 100 рублей по моему стразы также пакетик 100 рублей тоже очень часто в накладных ногтях просят дизайны со стразами у меня их не было потому что себе я их ну мягко говоря никогда не делала один раз чуть-чуть было поэтому у меня их не было и вот кстати кому интересно визитка сайт линия павильон этого продавца номера телефона узнаете по моему у них есть доставка там при заказе например от двух тысяч с деком поэтому может быть кому будет интересно потому что практически все что я вам сегодня показал из покупок мы покупали у этого продавца еще не забываем что мы сегодня с вами подводим итоги моего конкурса на стартовый набор для гири лака для занятий гири лака дома поэтому с помощью программки сейчас будем с вами выбирать рандомного победителя очень были простые правила но почему-то очень многие писали по кучу комментариев хотя было написано что такие комментарии не будут просто учитываться поэтому сейчас будем с вами смотреть и так первый рандомный комментарий но тут скрыт список подписок поэтому мы не можем с вами проверить подписан ли этот человек на меня поэтому к сожалению мы будем выбирать нового победителя несколько раз пришлось мне полистать пожалуйста будьте внимательны и когда вы участвуете в конкурсах открывайте список своих подписок и вот наш человечек который подписан открыт список подписок инстаграм указан даже написан вопрос почему-то я на него не ответила но кстати да можно дно лампы обмотать фольгой в принципе она тоже будет отражать гири лак и будет просушиваться со всех сторон я скопирую ник инстаграма и сейчас на ю тубе я хочу посмотреть один ли комментарий написал этот человек или нет все комментарий был написан один все правильно находим нашего победителя в инстаграм на меня подписан все отлично наш победитель выбран в инстаграме я уже связалась с ней так что подарок скоро будет доставлен и кстати насчет слайдеров у меня их очень много скопилось прям очень-очень у меня в одной посылке только штук 20 новых слайдеров пришли и мне их негде хранить поэтому у меня есть вариант либо купить себе альбом для слайдеров либо мне пришла в голову такая идея что мы можем его попробовать сделать с вами сами поэтому наверное в каком-то из видео мы с вами будем делать своими руками альбом для слайдеров у меня есть несколько идей как его можно сделать потому что он мне очень нужен и кстати не забываем про мои слайдеры которые можно заказать по ссылочке в описании как на волберисе так и через сайт посмотрите какие красивые это слайдеры по моим самым популярным дизайном активно что более-менее я здесь все разобрала там у меня лежит коробочка в которых меняются почтовые пакеты вот на этом месте стоит вот это вот коробочка с всякими пилочками пакетиками палочками просто сейчас я работала собирал набор поэтому она стоит тут здесь хранятся типсы очень много здесь готовые наборы которые нужно или отправить или которые идут которые продаются уже готовыми в актуальном наличии там внизу у меня перчатки моя палитра здесь пока ничего не стоит там коробка как раз таким а еще со всякими пилочками с палочками с гель-лаками которые мы с вами откладывали типа топов и повторяющихся цветников здесь все красивенько убрано разобрано насколько это может быть разобрана красиво здесь посылочки ждут своей отправки пойдем сегодня на почту вот тут еще есть один ящик пока я его никак не заполнила он пустой но в скором времени думаю заполню его в эту штуку я буду складывать свои тетради под учебу вот тут вот очень круто влез мой пенал большой пробковая доска красиво тут я вам в принципе все показывала надо будет еще куда-то мои фото альбомы пристроить а на этом пока что было все спасибо вам большое за просмотр подписывайтесь на меня в инстаграме там в историях очень много всего интересного и нового в тик-токе видосики а в телеграме ссылки на все товары которые я заказываю с Велбериса с Алиэкспресса и откуда-либо еще ждите видео с переделкой моих ноготочков совсем скоро мы будем это делать и до встречи в новых видео до встречи в новых видео